Обозреватель Украина. Что происходит в воинских частях Украины? 17 декабря 2018 года и на СМИ Обозреватель. Украина. Что происходит в воинских частях Украины? Президент Украины Петр Порошенко во время военных учений в Черниговской области. 28 ноября 2018 года. Источник изображения, знак авторского права. Ройтерс, Микола Лазаренко slash Ukrainian Presidential Press Service slash Handout Viaduct Reuters. На Украине в полную боевую готовность приведены все воинские части. Как только проголосовал парламент за введение военного положения, всех оставили в части. Привезли дополнительные кровати, их расставили даже в рабочих кабинетах. Теперь тут находимся круглые сутки, даже семейные, рассказал. Один из офицеров воинской части Киевской области. Ходим с оружием, ПТРы заправлены в связи с военным положением в Украине проходят учебные сборы резервистов. В Минобороны говорят, что военно обязанным придется провести в воинских частях и учебках по 15-20 дней. Однако, как заверили, в ведомстве, до 25 декабря все уже вернутся домой. Тем временем, все воинские части приведены в боевую готовность. Подробности в материале. Едут в учебку и воинские части по всей стране резервистов приглашают пройти учения. В пятницу утром, 14 декабря, все сотрудники моего отдела проснулись и прочитали смс-ку от нашего руководителя, «Ребята, я отправился на учебные сборы, буду недели через две». Мы, конечно, знали, что наш шеф служил в АТО, и как только объявили военное положение, он собрал рюкзак с вещами и был готов в любой момент выехать на учение. Но было все неожиданно, рассказал. Оба срегател. Киевлянин, дизайнер одной из издательских фирм. Как рассказали нам в Минобороны, на учебу забирают тех, кто входит в оперативный резерв в первой очереди. Это люди, которые имеют военный опыт, служили в АТО и дали согласие на то, чтобы быть в резерве первой очереди, пояснил офицер управления по связям с общественностью ВСУ Роман Туровец. Эти военные направляются в учебные центры для переподготовки или приобретения новой специальности, где пробудут 20 дней. Многие из них уже проходят там учебу. Некоторых пригласят непосредственно в батальоны, там они пробудут 15 дней. Что касается военно-обязанных, которые приписаны к подразделениям территориальной обороны на местах, то они могут иметь боевой опыт, а могут и не иметь. Но их тоже могут приглашать для учебы в тех областях, где введено военное положение. Например, в Херсонской области такие учения уже начались. Там военные пробудут 20 дней. Так что до 24-25 декабря все уже вернутся домой, говорит Туровец. За всеми резервистами на работе сохраняется их заработная плата. Кроме этого, им выплатят суточные от 12 до 30 гривен в день в зависимости от звания. Тем, кто на гражданке не работает, заплатят прожиточный минимум 1762 гривен. Также всем резервистам заплатят по 1,5, два прожиточных минимума, 2643-3524 гривен, в зависимости от звания. И единовременное денежное поощрение 1600-3100 гривен. Ходим с оружием, обтры заправлены также в полную боевую готовность, приведены все воинские части по стране. В первый же день, как только проголосовал парламент за введение военного положения, всех оставили в части, никто домой не смог уехать. Привезли дополнительные кровати, мы их расставили даже в кабинетах, где работаем. Теперь тут находимся круглые сутки. Домой не отпускают даже семейных. Составлен график, отлучиться можно раз в неделю на 12 часов. В каких-то частях делают поблажки девушкам и женщинам, их чаще пускают домой. Но все ходим с оружием, все птры стоят полностью заправленные. Строго следят за соблюдением сухого закона. Правда, в некоторых частях умудряются выпивать даже в такое время, все зависит от командования, рассказал. Обезвиватель. Один из офицеров воинской части Киевской области. Он говорит, что кормить их стали еще лучше. Привозит еду, запакованную в судочки, есть мясо, фрукты, овощи, все вкусно. Еще полевая кухня есть, отметил военный. В Минобороны подтверждают, все воинские части приведены в полную боевую готовность. Поэтому военные должны присутствовать в части круглые сутки, подытожил Туровец. Материалы ИНОСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИНОСМИ. 14 декабря 2018 года право на данный материал принадлежат ИНОСМИ. Материал размещен правообладателем в открытом доступе оригинал публикации.